Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые оказывают влияние на динамику тех инструментов, за которыми мы продолжаем следить. С точки зрения, с позиции содержания экономического календаря, сегодня снова довольно простой, пустой день. Ну, единственное, что можно обратить внимание на статистику по рынку труда Англии и бизнес-оптимизму в Германии. И в рамках всего валютного блока. Но если кто-то из вас присутствовал на вчерашнем вебинаре «Правильный понедельник», мы все-таки там совместно пришли к выводу о том, что локальная статистика, региональная сейчас особо никакого влияния на инструменты не имеет. В целом на рынке остается только один триггер, один локомотив, основная движущая сила – это американская валюта. Именно от того, что будет дальше происходить с долларом, будет зависеть, как раз пойдут ли евро и фунт на новые локальные максимумы. Я уже неоднократно говорил, друзья, что сейчас на рынке созданы условия, при которых нам лучше действовать по тому тренду, который сформировался. Этот тренд предполагает еще большее ослабление доллара и, соответственно, возможности переписи главным валютным риском британской валюты. Многомесячных максимумов по евро-доллару, я имею в виду значение, примерно на уровне 1.20 по фунту – это потенциал хода выше отметки 1.32. И вчерашняя торговая сессия – явное тому доказательство то, что на рынке очень сильны позиции покупателей. Продавцы пытались бросить фунт ниже поддержки 1.30, но вот вы сами все прекрасно видели, этот уровень очень хорошо устоял. От отметки 1.30, ну чуть повыше, произошел неоднократный выкуп и в итоге мы сейчас фунт-доллар наблюдаем на значение 1.3086. В отношении американской валюты, что интересного, мы следим за тем, как развиваются явно затянувшиеся переговоры в Конгрессе между республиканцами и демократами по пакету фискальных хостимов. То есть две недели мы ждали от них, чтобы этот пакет стимулов был одобрен, потому что находились в предвкушении нового притока доп. ликвидности, который, разумеется, бы повысил снова инфляционные риски и стал бы еще одной причиной для девальвации и ослабления доллара. Ну вот, по прошествии двух недель, в принципе, ВОЗ и ныне там, согласия нет. Трамп решил взять все в свои руки, как вы знаете, в минувшие выходные, выпустил несколько президентских указов, часть из которых посвящена как раз все-таки принять решение о запуске новых фискальных хостимов. Несколько решений, несколько указов, потому что они касаются нескольких социальных аспектов. То есть самое главное, это Трамп увеличил, продлил период действия повышенных пособий по безработице. То есть эти повышения составляют 400 долларов на одного каждого безработного. Раньше выплаты были по 600 долларов, сейчас, конечно же, меньше, но, наверное, лучше хоть такая сумма. Мораторий на выселение, разумеется, каникулы, налоговые в отношении заработных платы. И сейчас мы, конечно же, продолжаем следить за тем, как рынок адаптируется к этим решениям. Критики очень много. Кто-то читает, что эти указы неконституционные, считают, что они являются катастрофическим нарушением всего исполнительного американского законодательства. Многие еще уверены, что этих мер будет недостаточно, чтобы помочь экономике в текущих условиях. Но факт остается фактом. Деньги, друзья, выделены пусть через американского президента, пусть и в обход Конгресса. Мнучин сообщил о том, что до конца этой недели США, то есть Конгресс и Белый дом, вернуться к обсуждению, опять же, вот этих фискальных стимулов. Будет единое решение. Но я не представляю ситуацию, при которой этот пакет решили бы откатить. То есть мы можем уже смириться с тем, что деньги неизбежно, как ранее ожидалось, были выделены. Мы можем снова говорить, друзья, о том, что очередная инъекция денежной ликвидности. Это, разумеется, серьезный риск для еще большего увеличения денежной массы. Как это все будет влиять на доллар, если руководствоваться тем опытом, который у нас уже есть. Это его слабости. Американская валюта, на мой взгляд, будет оставаться под давлением. Сейчас по индексу доллара 93.48. Если мы посмотрим на то, как развиваются торги в рамках азиатской сессии, индекс доллара действительно находится сейчас под локальным давлением. Кроме того, еще одной важной темой являются отношения США к Китаю, поскольку они за последние дни очень сильно испортились. Все началось после того, как Трамп подписал указ, запрещающий американским инвесторам работать с компаниями WeChat и TikTok. Соответственно, мы настраивались сразу, что будут ответные меры, скорее всего, взаимные санкции в отношении отдельных политических деятелей и чиновников. В принципе, именно это и произошло. Китай сообщил накануне о том, что планируют ввести санкции в отношении 11 собственно, американских чиновников. Я думаю, друзья, только что это явно начало, дальше будет только хуже. Мы вернемся к торговому конфликту. И в целом нужно понимать, что эскалация напряженности в отношениях между США и Китаем это не только то, что, конечно же, ухудшит перспективу мирового экономического роста. Это еще тот фон, который будет бить по доходности американских облигаций. Если снижаются доходности американских облигаций, у нас с вами верная ставка на то, что в связи с этим будет оказываться серьезное давление на валюту американского региона, то есть на доллар. И если будет снижаться доллар, и если будет падать доходность американских облигаций, у нас опять же все условия созданы для того, чтобы мы держали длинные позиции по золоту. Поэтому в отношении доллара цель 92, индекс американской валюты, ждем этих значений. Золото сейчас корректируется, 2017 долларов за тройскую унцию, но никуда не делись прежние риски, страхи и опасения. Это за будущее мирового экономического роста, за снижение доходности облигаций, риски влияния и поддержки для золота как защитного актива из-за отношений США и Китая, инфляционные ожидания. Все это нужно использовать сейчас и понимать то, что текущее снижение это не что иное, как нормальная техническая коррекция после того ралли, которое мы видели. Но в целом восходящее движение остается еще в приоритете. Нефть 45,16 не повлияли на настроение трейдеров опасения за будущий темп экономического роста после того, как очень сильно накалились отношения между США и Китаем. Здесь у меня в принципе по рынку нефти, по бренду WTI без комментариев. Я повторюсь, что с конца прошлой недели я зашел в шорт в расчете на то, что все-таки настроения должны ухудшиться и это могло помочь притопить позиции нефтяного рынка. Но здесь тотальный лишь позитив. Рынок не обращает внимания ни на что. Просто лишь последовательное монотонное развитие бычьего ралли. Очень рассчитываю на то, что когда выйдут данные в эту среду по запасам, мы можем получить доказательства роста производства нефти в США и будем как раз использовать это для того, чтобы развить коррекцию. Ну, если вы, конечно же, так же, как и я, разделяете взгляд о том, что рынок нефти остается очень сильно перекупленным. Биткоин 11826. Друзья, мне нужно списывать со счетов цели и ожидания, потому что биткоин все-таки закрепится выше 12,5 тысяч. Это наш уровень, которого мы придерживаемся уже несколько месяцев. Я уверен, что эту цель добьем. По евро против доллара Сити повторили, что цель 1,20 остается актуальной. Сейчас котировки 1,1752. Сегодня выйдут данные в 11.00 по бизнес-оптимизму, но ожидаю, что они на евро никак не повлияют. По фунту против доллара 1,3086. Полагаю, что в текущих условиях ниже отметки 1,30 мы вряд ли пройдем. Поэтому, как уже было сказано в отношении прочих активов, не стоит преувеличивать значение коррекции и считать, что это полноценный разворот. Фунт еще покажет новые локальные максимумы. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока.